За минувшую неделю число заболевших коронавирусом уменьшилось на 13%. Это коснулось всех возрастных групп. Наибольшее снижение отмечено в группе от 7 до 14 лет. Меньше стали болеть и люди в возрасте от 30 до 49 лет. Самые высокие показатели по-прежнему в группе 65+. Незначительный рост заболеваемости отмечен среди работников пищевой промышленности, общепита, ЧОП, а также сферы услуг. Количество заболевших ОРВИ за неделю выросло на 10%. В Тольятти есть случаи заболевания гриппом. В этой связи Дмитрий Азаров еще раз акцентировал внимание на важности работы со старшим поколением. Охват вакцинации в этой категории населения пока недостаточен. Это еще раз говорит о важности и первоочередности работы со старшим поколением. Еще раз для вас всех. Это было уточнение коллеги. У нас, к сожалению, старшее поколение охват вакцинации ниже, чем в среднем по тому или иному муниципальному образованию. Ну, значит, риски и угрозы совершенно другого уровня. Совершенно другого уровня. Все вы это понимаете. Но усилий здесь по-прежнему, на мой взгляд, недостаточно, предлагается. По словам министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна в госпиталях проходит лечение 2891 человек с COVID-19 и подозрением на него. Что касается коечного фонда, принято решение в преддверии новогодних праздников оставить в резерве 1200 мест на случай ухудшения ситуации. Темп вакцинации снижается. За 50-ю неделю прививки сделали чуть более 33 тысяч жителей, в то время как на прошлой неделе более 46 тысяч. Всего в области первым компонентом привито более 1 миллиона 600 тысяч жителей. Это почти 80% от запланированного. Повторную вакцинацию прошли почти 214 тысяч человек, то есть 57% от плана. Губернатор обратил внимание, что по данным Роспотребнадзора наибольшее количество заболевших в Отрадном, а темпы вакцинации самые низкие. Глава региона поручил Минздраву направить в комиссию, которая на месте разберет причины. Отправляйте туда свою комиссию, разбирайтесь, что делает главный врач, как проводится работа. Оценка неудовлетворительная по вашей работе. Прошу вас в кратчайшее время исправить ситуацию, добившись заметных значительных результатов. Отдельный вопрос был посвящен организации чартерных рейсов в новогодние праздники. Как доложил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин с 25 декабря 2021 года по 10 января 2022 запланировано 88 чартерных рейсов по 16 международным направлениям, в том числе в Турцию, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Венгрию, Узбекистан, Киргизию, Азербайджан, Армению. Эти направления не входят в число тех, где есть риск заражения штаммом омикрон. Однако терять бдительность нельзя. Необходимо всех приезжающих тестировать, вне зависимости от того, откуда они прилетели, отметил губернатор. Виктория Шарея, События.